Привет народ, приехал с отпуска и там где отдыхал, увидел магазин FixPrice по-моему он называется, если не ошибаюсь точно. В общем там все по одной цене. Зашел, глаза вылупил, у нас такого нет магазина. Набрал всякой ерунды, в общем и сегодня вот у нас на обзоре будет вот такая вот машинка для запаивания пакетов. Упакую их герметично, зимние заготовки, работают от батареек типа АА, 2 штуки, не включены в комплект. Значит производитель Китай, Нинбо, завод такой видимо, очень много там товара, вот именно Нинбо производства вот этого и еще там как бы два завода в этом магазине, но кто живет на западе, там ближе к Москве, где-нибудь Красноярск, Краснодар, там не знаю, там у вас наверняка такие магазины есть. У нас же на Дальнем Востоке мне ни разу такой магазин не встречался. Ну вот, да вот, кстати, интернет-адрес есть, double-double fixprice.ru. Ну что ж, давайте откроем и попробуем, посмотрим, что из себя представляет она. Так, что здесь говорится, процесс запаяния производится нагревом небольшой, не хромовой нити. Она плавит и спаивает полиэтилен при сдавлении двух плоскостей. Ставьте две батарейки, в общем, указано алкалайновым, разместите пленку или пакет, приготовление для запаивания, между подушечек сожмите на 2-3 минуты для первоначального нагрева, затем медленно двигайте по линии желаемого запаивания, по завершении работ закройте нить пластиковым защитным элементом. Меры предосторожности не касайтесь запаивающей подушечки во время применения. Вынимайте батарейки, когда аппарат не используется. Вот так. Хранить в недоступных местах для детей. Ну что ж, для чистоты эксперимента возьмем две вот такие вот батарейки Варта Longlife, новые, и посмотрим. Так, ну для начала разглядеть бы эту штуку было бы неплохо. Так, здесь вот откидная пластиковая вот эта вот штуковина. Тут какая-то мусоринка уже. Фронт вперед. Так, как батарейки-то вставить? Угу, чтобы разобраться. Ага, просто. Все понял. Так, плюс-минус. Ага. Все понятно. В общем, здесь как идет. Цельнометаллическая снизу пластина. Ну, замыкает между собой батарейки плюс-минусом. А здесь два контакта. При надавливании на эту подушечку, вот к ним оно поджимается и, видать, нагрев при этом происходит. Понятно. Посмотрим. Нехромовая нить, я как понимаю, вот внизу проходит. Там такая проволочка чувствуется. А сверху... Так, основа тут керамическая какая-то основа получается белая и здесь. И сверху кусочки стеклоткани наклеены. Ну, что ж, любопытно, любопытно. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой, батарейка стоять. Значит, плюс-минус, минус-плюс. Вот так. А, закрыть же надо, да. Так. Для интереса взял несколько пакетиков. Ну, вот, маленький у меня, допустим, рваный какой-то попался. Сейчас мы его обрежем. Любопытство. Так. И попробуем запаять. Сейчас мусор вытряхну оттуда. Ну, что ж, наверное, сначала надо сжать ее просто. Подержать. Вот, чувствую. Тепло такое, легкое пошло. Запах какой-то немножко вонюченький. Но чувствуется, греется. Подождем. Две-три минуты написано. Ну, минуту подожду. Ну, попробую, для интереса. Может быть, больше надо? Угу. Ну, что-то плавит. Так. Наверное, еще надо подогреть. Так. Попробуем еще. Ввести что-то у меня не получается. Может быть, меньше сжимать надо? Ну, пока какая-то ерунда получается. Ну, что-то как-то безобразно. Пока что все это дело смотрится. Запаялась, но паршиво. Вообще паршиво. К тому же здесь полиэтилен прилип. Ну, теплое. Наверное, мало подогрел. Подожду еще. Может быть, пакетик потолще надо? Вот этот вот потолще немножко пакет. Давайте попробуем. Подождем подольше. Может быть, плохо прогрелось. Может быть, надо ее на стол подставить и потом тянуть как-то? Сейчас мы посмотрим. Должна нагреться, я думаю. Так, а какая-то ее теперь тянуть-то? Что-то все расплавилось у меня. Так, ну опять какая-то ерунда получилась. Что-то заплавилось, но как-то тут дырка получилась. То есть, тут дырка безобразия очередное. И все тут слиплось между собой. Давайте еще подождем чуть-чуть. Просто пружина достаточно жесткая. Вот. Я имею в виду то, что контакты там не касаются, если ослаблять и тянуть. Пахнет опять полиэтиленом паленым. Попробую еще раз. Может, все-таки она плохо нагрелась. Две-три минуты ждать. Попробую еще раз. Так, у меня что-то уже пакет расплавился. Пока я положил. Да нет, опять это ерунда получилась. Оно прилипает все. Вообще, что-то я не могу этой штукой налопчиться. У меня, видите, полиэтилен тянется. Ну, ладно, что-то лучше пошло. Ну, как-то все безобразно все равно. Но уже что-то лучше. Так, сейчас подожду-ка я еще попробую подогреть. Дымит, видно, полиэтиленчик чуть-чуть. Вот не получается тянуть его. Вот как, с середины надо начинать что-ли. Протянуть в эту сторону. Потом протянуть в эту сторону, видимо. А как мне попасть, чтобы дырка не образовалась здесь. Ну, в общем, ребят, какая-то ерунда получается, если честно. Возможно, более толстая пленку надо. Нет. Фигня. Все же будет с тоненьким полиэтиленом. Вот он на нее наматывается тут. Приплавляется. Ну, теплая. Попробуем тоненький полиэтиленчик. Может, наоборот, тонкий надо. Сейчас еще давайте подогреем. Ну, с тоненьким, мне кажется, еще хуже будет. Итак, пробую. Ну, вообще, какая-то ерунда. Вот, на что плавится. Тяну. Куда тяну, что тяну? Ну, кстати, с тоненьким пакетом, все самое тесное, наоборот, лучше стало. Так, уже интересней. Пробуем еще раз. Прогреваем. Возможно, я ошибался, что... Надо толстый полиэтилен использовать. Но, видимо, может быть, наоборот, тонкий надо использовать. Сейчас подогреем еще и попробуем. Вот мне не нравится, что начать не получается вот так меня тянуть. Если только так. Уже лучше. Откопись. Вот такая ерунда получилась. Кривая. О! Ну, в принципе, ребят, смотрите, герметично получилось, скажем так. Держит. Ну, возможно, где-то, конечно, маленькая дырка есть, но пузырь получился у меня. Так. Пробуем еще. Так, сейчас я надорвую, хотя чуть-чуть поднадую. Что-то не надувается? Да что ж такое. Так, сейчас почистим тут. Так, ну что ж, пробуем еще. Хорошенько прогреем. Так. Вон, запахло опять полиэтиленчиком. Подожду еще немножко. Ну, что, думаю, можно пробовать. Так, ну, неудобно вот начинать вообще. Так. Куда стоять? Вот ровный шок пока мне не получается сделать. Так, тут у нас что-то опять не... Пропай, не пропай, непонятно. Так, ну что, попробуем. Где-то сдувает. Сдувает вот здесь. Ага, вот у меня дырка получилась. Ну, короче, ладно. Все, надоело мне. Вот что, это ерундой воздействует. В общем, с ней надо... Так, ладно, сейчас полиэтиленчик эти выкину. Ну, в общем... В общем, какой вы... Ну, какой можно сделать? Ну, какой вывод можно сделать о этой штуке? Если очень долго мучиться, что-нибудь получится. В целом, мне не понравилось. Что-то какая-то галима-тень. Может быть, приналовчиться надо. 33 пакета попробовать запаять. И в рука набьется. И может быть, тогда получится что-то... Нет. Еще раз. Ну, какой вывод можно сделать об этой штуковине? Если долго мучиться, что-нибудь получится. В целом, мне эта ерундовина, этот девайс, не понравился. Но, как мы видели, в принципе, запаять реально есть. Ну, вот. Муторно. Скажем так. Еще раз. Нет. Ну, какой вывод можно... Итак. Какой вывод можно сделать об этом девайсе? Девайсе. Итак. Какой вывод можно сделать об этом девайсе? В целом. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Запаять можно, но... Скажем так. Не очень удобно и слегка проблематично. Как видели. У меня в последний раз... Герметично не вышло. Дырки. Приведется по второму разу там пакет пропаивать. Или еще раз пробовать. Так. Не... Не... Не очень удобная вещь. Все. Еще раз задал. Дубль 5. Дубль. Все. Ну, какие выводы можно об этом девайсе сделать? Если долго мучиться, что-нибудь получится. В целом, устройство работоспособно. Но... Блин. На 3 балла, наверное, только. Неудобно. С первого раза герметично не получается. Плавит тоненькие только пакетики. С толстенькими. Уже потолще полиэтилен. Дело вообще не пошло. Не знаю, насколько тут хватит батареек. Но я думаю, ненадолго. Возможно, какой-то применять аккумуляторы. Но мне кажется, они вообще быстро умруют. Ну, в общем, в целом, к приобретению такой штуки не рекомендую. И вот мне что-то кажется, или это так и было, что вот здесь поплавился пластик. По-моему, он поплавился. Да. Пластик поплавился вот тут. Такого я первоначально не заметил. Кстати, кстати, вот сейчас во время беседы увидел. В общем, вот видно. Здесь поплавка пластика, и здесь поплавка идет. Да, вообще, это меня вещь расстроила. Теперь еще больше, как я увидел. В общем, ребят, такую ерунду покупать не надо. Лучше что-то подороже купить. Есть специальные машинки, да, для заплатки пакетов, которые там с вакуумом, кстати, сразу делают. На ютубе где-то видел ролики у кого-то в обзоре. Ну, в общем, к покупке я бы вам эту вещь не рекомендовал. О, кстати, да, надо забрать обратно батарейки. Батарейки горячие. В общем, все это штука, как говорится, ерунда. Все. Закинем в долгий ящик. Батарейки теплые. Все. На этом печальные, скажем так, ноти буду заканчивать сей рассказ. И всем пока. До новых встреч.